Вишен Лакьяни. Малайзийский предприниматель, писатель, спикер. Автор книги «Код экстраординарности» и курса «Твой разум без границ». Вишен Лакьяни основал три компании – Mindvalley, Дилматес, Блинклист. Электронное издательство Mindvalley выпускает программы в области личностного роста, образования, духовного развития, а также занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-обучения, например, мобильное приложение для медитации «Амвана». Лакьяни основал фестиваль личностного роста для предпринимателей «Айфест», является членом инновационного совета фонда X-Price. Его книга «Код экстраординарности» основана на предположении Лакьяни о том, что восприятие жизни определяется культурным пространством и вытекающими из него установками. Он предлагает собственную десятишаговую систему освобождения от навязанных обществом убеждений. Книга заняла десятое место в списке бестселлеров по версии Нью-Йорк Таймс. В 2018 году книга стала финалистом премии «Деловая книга года в России». Все человечество – один вид, живущий на одной планете. А все различия только у нас в голове. Человек. Он приносит в жертву здоровье ради денег. Затем приносит в жертву деньги, чтобы поправить здоровье. Он так тревожится о будущем, что не получает удовольствия от настоящего. В итоге он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, словно никогда не умрет, а затем умирает, так и не пожив по-настоящему. Если ты пребываешь в покое и мире с собой, тебе ничто не помешает, ничто плохое не коснется тебя, и не важно, кто что скажет и сделает. Все истины культурного пространства, все убеждения, что нам дороги, идентичность, религия, национальность, представление о мире – всего лишь умственные построения, которые мы считаем правдой по своей воле. Наши убеждения в буквальном смысле создают наш мир. Мы создаем модели реальности о поведении партнеров, любимых, начальников, подчиненных, детей, но, как показали исследования, убеждения влияют на то, как реагируют на нас окружающие. Какие отрицательные или раздражающие черты вы видите в людях только потому, что сами на них это проецируете? Когда вы счастливы в настоящем, и вас ведет видение будущего, ваш внутренний мир гармонично сливается с внешним. Вы чувствуете, словно удача всегда с вами, а мироздание на вашей стороне. Когда вы пребываете в таком состоянии, жизнь складывается наилучшим образом из возможных. Я называю это состояние, изменение реальности. Есть много способов превзойти человека, но я обнаружил, что наиболее эффективный – это программирование сознания, так как любой рост – это результат изменения модели реальности или обновления системы жизни. Изменение модели реальности – это рост, который происходит, когда человека посещает озарение или откровение. Это внезапное пробуждение, осознание, которое меняет убеждение. Незаурядный разум хорошо видит культурное пространство и способен выбирать, каким правилам и системам следовать, а какие – ставить под сомнение или игнорировать. Поэтому он прокладывает новые пути и меняет представление. Мы вряд ли станем каждый день есть одно и то же. Так зачем выбирать одну религию? У культуры есть и темная сторона. Если мы слишком сосредоточиваемся на правилах, они превращаются в заповеди, которые указывают, как именно мы должны жить, и строго разделяют хорошее и плохое. То, что соответствует правилам – хорошо, что не соответствует – плохо. Вот так вы должны жить. Так вы должны одеваться. Вот так вы должны обращаться с женщинами, детьми, больными, стариками, непохожими. Мое племя лучше твоего. Моя жизнь правильная, значит твоя неправильная. Мои убеждения правильные, твои неправильные. Нет Бога, кроме моего Бога. Мы создаем сложные миры, а затем готовы положить жизнь, защищая их. Как только вы осознаете, что правила не абсолютны, вы научитесь мыслить за рамками и жить за пределами предписанного культурным пространством. Если можно выбрать и принять любую модель реальности, то почему бы не выбрать ту, где можно менять мир по желанию? Мы создали такое общество, где считается нормальным просыпаться, ощущая стресс, беспокойство, страх и нервозность. Но это ненормально. Эти чувства не должны владеть нами постоянно. Это системы оповещения, которые предупреждают, что с чем-то надо разобраться, а не смириться и жить. Вы не должны ненавидеть работу или с ужасом думать о грядущем дне. Счастливый час не должен случаться только в баре в пятницу, на радостях от того, что закончилась еще одна неделя. Освоивший искусство жить, не разделяет работу и развлечение, труд и отдых, разум и тело, обучение и восстановление сил. Такому человеку сложно определить, что есть что. Он просто стремится к совершенству во всем, чем бы он ни был занят, и пусть другие гадают, работает он или играет. В собственном восприятии он делает и то, и другое одновременно. Страшно, это хорошо, потому что это значит, что вы выходите за привычные рамки и становитесь ближе к незаурядному разуму. Невозможно увидеть полную картину, глядя вперед. Ее видно только тогда, когда смотришь назад. Что если мы примем, что сложности точно будут. Но это просто-напросто часть удивительной красоты жизни, и даже в самых страшных неудачах, живет зерно новых возможностей и роста. Сделав первый шаг, вы показываете, что готовы действовать. Делайте крохотные шаги, они помогут нащупать верную дорогу. Иногда приходится разрушить какую-то часть жизни, чтобы освободить место для чего-то большего. Вам не нужно менять мир. Достаточно поменять то, что вы думаете об этом мире. И это уже произведет мощный эффект. Проблема большинства людей в том, что их проблемы недостаточно велики. Мироздание посылает нам только ангелов. Каждый, кого мы встречали в жизни, даже тот, кто принес боль, послан нам для того, чтобы чему-то научить. Провал способен многому научить и в результате значительно улучшить качество жизни. Ставь большие цели, но не связывай с ними свое счастье. Ты должен быть счастлив до того, как их достигнешь. Вы прямо сейчас можете чувствовать то, что ощущают, достигая цели. Мотивация требуется только тогда, когда вы стремитесь за целью, средством. Когда же вы преследуете цели и результаты, особенно если они связаны с вашим призванием, у вас больше нет потребности в мотивации. Вместо этого вас увлекает ваш замысел. Неправильно заниматься тем, к чему у вас нет страсти, только потому, что так надо или так положено. Самые выдающиеся люди в мире не делают карьеру. Они следуют своему призванию. Призвание – это ваш вклад в развитие человеческой расы. Истинное величие приходит, когда вы стремитесь не построить карьеру, а найти свое предназначение. Говорят, что самый эгоистичный орган – это сердце, потому что всю самую лучшую кровь оно оставляет себе. Сердце забирает большую часть обогащенной кислородом крови, а оставшиеся отдает другим органам. С этой точки зрения, возможно, сердце эгоистично. Но если бы сердце не забирало себе лучшую кровь, оно бы умерло. А если бы сердце умерло, погибли бы все остальные органы – печень, почки, мозг. Сердце должно быть эгоистичным ради выживания. Так что не слушайте тех, кто обвинит вас в эгоизме и скажет, что следовать велению сердца – плохо. Что будет, если я приму убеждение, что я ценен и достаточно хорош, и ничего не нужно доказывать? Я часто вспоминаю совет Салм Исадоры, моего друга, актрисы и известного преподавателя тантры. Люди, которые хотят навязать вам чувство вины за то, что вы живете самостоятельно и идете своим путем, просто-напросто говорят – взгляни на меня. Я лучше тебя, потому что мои цепи тяжелее. Чтобы сбросить цепи и жить своей жизнью, нужна смелость. Единственная валюта, которая по-настоящему цена в нашем ненадежном мире – это доброта и щедрость, которые люди дарят друг другу. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно.